Прошлая акция около строительной площадки, что у дельфинария, прошла мирно и без разрушений. Но разговоры и обещания остановить стройку так ни к чему и не привели. Возмещенные бездействием активисты решили, так быть не должно и самостоятельно взялись за дело. Уже когда часть забора была снесена, на место подоспела полиция, которая заняла весьма неожиданную позицию. Если откинуть несколько небольших столкновений, то они просто наблюдали, как активисты заканчивают начатое. Возможно их смущала неразбериха с документами на застройку, но вот активисты были уверены в явном нарушении закона. Мы пришли в черновый раз на скандальную забудову на ланжеру. Тут забудованный Кисловский планирует будовать очередной готель. Как всегда, мы видим такую ситуацию по всей набережной зоне. Это принадлежная зона, это рекреационная зона. По закону Украины тут не возможно ничего будовать. Акция завершилась переносом обломков забора к главному входу дельфинария, владелец которого и выступает застройщиком скандального объекта. Причем активисты сами не рады, что им пришлось прибегнуть к столь радикальным действиям. Но, по их мнению, это вынужденная мера. Тут нужно просто искать другой формат против действия. Потому что сейчас фендамент застегает. Нужно реально использовать технику, чтобы дальше они не могли строить. Но мы будем искать варианты. Потому что если мы можем строить все, то дальше будут строить еще интенсивнее и активнее. Как и положено, после таких мероприятий разобраться, кто прав, а кто виноват, большинству одесситов не так-то и просто. Как и предсказать, чем закончатся строительные работы. Их прекращение или сдача очередного объекта у моря.